Свежие листья салата Ромен, хрустящие чесночные сухарики, ароматный пармезан и яркий соус. Салат Цезарь. Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную пропаганду. Регулярно меня просят показать рецепт салата Цезарь, а я с этим делом все тяну. И не потому, что я вредный, а потому, что этот салат за короткое время обрел просто небывалую популярность. А потом до него добрались всякие улучшайзеры. И сегодня едва ли в одном заведении сотни готовят тот самый салат, который когда-то был придуман и впервые приготовлен американским поваром итальянского происхождения Цезарем, ну или на итальянский лад Чезаре Кардини. И именно поэтому я думаю, что когда меня просят приготовить этот салат, то каждый из просящих представляет себе что-то свое. Вполне возможно, очень вкусное, но никакого отношения к тому самому салату не имеющее. А теперь встаньте на мое место. Я-то откуда знаю, как в каком-то заведении во всех краях нашей необъятной и только нашей готовят то, что называют Цезарем? Я могу показать только тот самый, который когда-то был приготовлен на американо-мексиканской границе в городе Тихуане, где и был у Цезаря ресторан. Дело было как раз в период действия американского сухого закона. И к нему в Мексику регулярно наведывались американцы, мучимые жаждой, которые приезжали в этот ресторан и делали ему кассу. Вся эта информация известна в наши дни только со слов людей, которые слышали ее от брата Цезаря Кардини, от его дочери. Поэтому давайте от более или менее правдоподобных историй перейдем на рабочее место. Как рассказывал Алекс, брат Чезаря, этот рецепт родился от безысходности. В ресторан совершенно неожиданно грядула толпа народу. Это было как раз на день независимости. А на кухне уже ничего не осталось. И несмотря на то, что гости вообще-то приехали злоупотребить запрещенными на родине напитками, на стол, кроме выпивки, что-то надо было выставить. Капусточка дело, конечно, хорошее, но в доме надо иметь и другие закуски. Ревизия запасов выявила наличие хлеба, салата ромен и яиц. Вот тогда-то Чезаря решил соорудить простецкий салат. Хлеб он нарезал и отправил в духовой шкаф сушиться, чтобы получить сухарики. Ну, или как называют на французский манер, крутоны. Я уже однажды показывал, как готовлю сухарики. Если кто-то пропустил, смотрите в этом ролике. Великолепнейший испанский суп гаспачо. Добавляю немного ароматного оливкового масла. Когда противень нагреется, оно расползется и равномерно пропитает своим ароматом все. А сейчас немного сухого чеснока. Свежий, на мой вкус, здесь не очень подходит. Слишком неравномерно он сухарики пропитывает. Много его не надо. Теперь в духовку на 120 градусов. Я еще и конвекцию включаю. Минут за 20 сухарики готовы. Салат Цезарь получил такое распространение, я думаю, благодаря своему соусу. Соус в нем на редкость прост. Я уже показывал в ролике, который вы видите над моим левым плечом, испанский чесночный майонез Лиоли. Так вот, здесь ровно те же самые принципы. Для того, чтобы майонез получился гуще, Цезарь отправил куриное яйцо в кипяток на одну минуту. Яйцо нужно брать комнатной температуры. Если вытащить его из холодильника, то варить его придется немного дольше. А вот насколько дольше, это вопрос дополнительных опытов. Через одну минуту вытаскиваю и сразу в прохладную воду. Пока оно остывает, наливаю масло. Оливковое, рафинированное. Конечно же, сейчас сразу начнутся вопросы. А можно ли заменить? Да имеете вы на что хотите, хоть на водку. Все равно Цезарь в своем гробу уже сто раз перевернулся от того, какие блюда его именем называют. Только одно уясните. Хотите получить настоящий салат? Приготовьте его так, как автор готовил. Добавляю яйцо. Смотрите, какое. Видите, белок начал сворачиваться от варки. Вот ради этого и варили. А если занимаетесь заменами продуктов, то чего вам этот ролик смотреть? Какая вам разница, чего там этот итальянец намутил? Вы же не для него готовите, а для себя. Смотрите, эмульсия на глазах густеет. Очень важно взбивать именно так. Сначала накрываю яйцо крыльчаткой и не отрываю ее от дна. И только когда эмульсия из-под клетчатки начинает выползать, я понемногу приподнимаю блендер небольшими короткими движениями, чтобы сразу много масла под него не засосало. Иначе расслоится все. Тут на самом деле разговоров больше, чем труду. Все, эмульсия готова. Сплошь и рядом вам будут говорить, что в этот соус обязательно нужно добавлять филианчоуса. Не верьте, брехня это все. Филианчоуса в соус добавил брат Чезаря, Алекс, и назвал этот салат свой, салат Цезарь, назвал салат авиатора. А дочь Чезаря говорила, что батя ее никогда никаких анчоусов в соус не добавлял. А вот без чего в нем точно не обойтись, так это без вустерского соуса. И это обязательный ингредиент. Именно вустерский соус и создает эту особенную нотку в заправке для салата Цезарь. Ищите его в крупных супермаркетах. Ну и еще в соус надо добавить соли и, конечно, лимонного сока. Точных пропорций я вам не назову. Пробуйте, вкусы у всех разные. У меня на одно яйцо уходит приблизительно 150-180 миллилитров масла, одна столовая ложка вустера и сок примерно одного лимона. Еще несколько секунд работы блендером и все готово. Так. Великолепно. Теперь салат. Я предварительно нарвал листьев и сполоснул их в воде. Есть у меня вот такая замечательная сушилка. Раньше я, глядя на Оливера, пользовался для этих целей полотенцем. Клал траву на него, брал вот так, а затем изображал из себя вентилятор. Каждый раз получая от режиссера по шапке. В конце концов, ей это надоело. И она купила вот такую сушку. Дальше все просто. Сначала натирают тарелку долькой чеснока. Это чтобы запах был, а сам чеснок в рот не попадал. Видимо, для того, чтобы гости ресторана могли расцеловать повара. Осталось только салатные листья перемешать соусом, добавить сухариков. Они, кстати, готовы, надо доставать. Красивый, черт возьми. Так вот, добавить в тарелку сухариков и натереть пармезаном. И салат от Чезарь и Кардини, который покорил весь мир, готов. Но все привыкли к более нажористому варианту. Именно поэтому в ресторанах подают цезарь с курицей, цезарь с креветками. Но это как стейк с печеной картошкой. То есть стейк, он и сам по себе стейк. Но к нему, для самых оголодавших, подают что-то еще. Давайте я по такому народным вкусам подам цезарь, ну, допустим, с креветками. Итак, на сковородке быстро обжарю несколько очищенных креветок. Они у меня лежали в оливковом масле с чесноком и парой ложек лимонного сока. Я их подготовил к обжарке час назад. И вот так они у меня пролежали почти час. Жарить их буквально по полминуты с каждой стороны. Чуть передержишь, и уже сухие. Ну и все, хватит с них. Сервирую. Листья салата лучше смешать соусом в отдельной посуде. И накладывать каждому в тарелку так, чтобы края не пачкать. Теперь сухарики, вернее, картоны. И креветки. Для красоты добавлю еще несколько помидорок. И пармезан. Понятное дело, здесь уже настоящий. Всякий там литовский или немецкий не подойдет. Я вообще думаю, что для Кордини было бы большим сюрпризом узнать, что есть еще какой-то пармезан, кроме итальянского. Вот и все. Если изловчиться и аккуратно выкинуть из этой тарелки все эти помидорки и креветки, то в ней останется тот самый настоящий салат, который в 1953 году, в 1953, парижским обществом апикурейцев был признан как лучший рецепт, созданный в Америке за последние 50 лет. Ну, имеется в виду первые 50 лет 20-го столетия. Давайте пробовать. Тонкий вкус. Нарядный такой. Креветка, которая здесь не в тему. Ммм, хорошо промаринованная. Сухарик. Сухарик ураган. Что могу сказать? Я понимаю, почему это сочетание, вот эти классные, свежие, хрустящие листья салата ромен и вот этого соуса с капелькой лустера настолько хорошо вместе звучат. Но все остальное, что здесь лежит в длинножеристости, на мой взгляд, лишнее. Впрочем, я никому свое мнение не навязываю. Готовьте так, как вам нравится. Вот и все на сегодня. Понравилось? Ну, вы помните. Новые зрители. Не забудьте подписаться. Кто ведь наверняка потеряетесь, то расстроитесь. Зачем оно вам? И, кстати, заглядывайте в описание видео. Там я размещаю ссылки на все соцсети. В соцсетях я размещаю те рецепты, которые не снимаю на видео. В инстаграме фоточки. Загляните, я думаю, вам будет интересно. И призываю всех, если вы что-то приготовили по рецептам кулинарной пропаганды, не поленитесь сфотографировать. Зайдите в группу ВКонтакте и похвалитесь. Давайте прокладировать вкусную еду. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!